Две тонны, двадцать, целых, пять десятых килограмм. Ого, да? Сотни. Ох! Таким пятнадцатый. Дай меньше. На самом деле, ось. О, да, ось он на раз. Расскажи, там газоблок, да? Да, газоблок. Ага. То же не газоблок, а пероблок. Да, старого у нас. Раньше перец, перец его робил. Ммм. Чашка только там был. Ага. Вон там газоблок поставил. Их пилой остыряли. А легко легко вытянулось Рустам. Нормально, да? Я б не сказал, как правило. Особенно. Без повреждений. Без повреждений. Без повреждений. Ось выписали зробить двери. Ось двери ровно тепер. Вони сегодня пришли Рустам по штукатуре. И теперь начинают выбивать двери. До конца он эту стенку накидал и этот. Ну а потом подровняет. А так уже ту стенку, ну оттуда покажи ту стенку. Своей стороны. Своей стороны. Ось эту он уже подровняет. Ну а это он под шпакльовку робит. Вот вчера они гепнули заливку. Сегодня они уже поштукатурили всю комнату. И випилючат будуть випилювать ножовкой здоровой по газобетону двери. Поставили они нивелири свои. Я все пойму. Да, он даже штукатуре просто нивелир ставил. Без маяков, без ничего. И просто комар носа не подточит. А если подточит, то увидишь, что все видно. Это Рустам. Все, друзьяки. Оце Рустам у меня и Русик. Ви бачите. Ну как? Уже больше их не будет на видео. Чего? Потому что они уезжают до Миколаевны. Днепропетровскую область. Чи Криворожская область. Что завтра ищу убедиться. Не. Ну то уже все по работам. Вони уже едут туда строить сарай. Строить ангар. И Русик будет снимать видео. И буду стараться. Чтоб частенько вкладывать. Ихние видео вставлять в свои. И будете смотреть на каком они этапе. Так же есть хлопцы. Кто подозвался в подсобные рабочие. Ну может и так специалисты. Тоже будем смотреть. Кто там такие из наших предприятий. Да, у вас Днепропетровская. Днепропетровская, да. Хлопцы есть. Посмотрим. Если, когда деньги работают, я помогу. Я доказал. Ну да. Если. Ну если захотят, конечно, научиться. Русикам по научу. Друзьяки. Вот. Смотрите. Гепнул. Тикнул. Сегодня. Тико закончил. Сейчас буду включать на смешивание. Гепнул 2 тонны корма. Если быть точным. 2 тонны 20,5 кг. 2 тонны 20,5 кг. Ну я думаю, влезет туда и 200 тонн, наверное, 2200. Я так думаю. Судя по месту, в каком я вижу. 2200. Ну, 2200 – это по любому. И вот, допустим, что я вчера колотил тонну финиша. Финиша. Ось он. Я его весь сюда скину. Все. Тонна у меня есть финиш на верхние щели. А ось 2 тонны гровера я сделал. У меня гровера идет в 2 раза больше, чем финиша. То есть, допустим, гровера идет 200 кг, а финиша только 100. Я так равномерно сделал. И хочу посмотреть у меня готового. Получается 2 тонны, 3 тонны. Это я сделал этим оборудованием. И перед этим, наверное, тоже 2,5 тонны мы где-то сделали. То есть, всего мы уже сделали 5 тонн корма. Ну, это просто красота. Просто красота. Все. Включаю смешивание, и смешивание будет проходить минут 15, а то и полчаса. Ну, короче, где-то так. Я первый раз сделал. Вон, видно, верхнее векно, грубо говоря, полупусте. Верхнее векно получается почти посредине верхнего векна. Это 2,2 тонны. Ну, еще, я скажу, килограмм 150-200 смело влезет. В�х на 89-200 смело влезет. Вон. Возьмите влезет где-то 3,2 тонны. Маг1-маг1. Возьмите влезет. Возьмите влезет. Возьмите влезет. Возьмите влезет влезет. Жалко пока здорово. У них в середине камушки, шеи, мебель, все. Может даже и в рядах какая-то стрововка, или нет? Нет, нет. Внутри камушки. Я гуляю, я чувствую. А со временем снимать. Вот и все, все. Одна испылилась. А ну, она так попыльная, я думаю, как она тут хорошо идет. О, шо сия. Да, шо сия, по алтамурятку придет. Отходи. Да нет, ну. Давай с ноги нам на видео. Нет, ну отключим на видео. По алтамурятку, сейчас вас поставлю, я. А, ты и тут так хочешь, да, Рустам? Да, вот тут спыляю, по алтамурятку займу. Да, можно там проволоку, оболгаркой пыльнуть. Да, да. Да, все правильно. И все. Ось воно идет. Я сюда тонну пшеницы, кг, наверное, больше, чем пів тонны ячменя. У меня, бачите, бифбек. Виробил цей. И бифбек начал уже оцей. Уже тут более просто. Ваши вражения? Вражения. Вражения мои просто вражающие. Ну, если честно, я не на ради. Там мне звонят, Стас, ну что ты скажешь? Твое мнение. Ну, это просто сказка. Во-первых, что оно быстро. Во-вторых, что оно меньше. Я в веке сегодня говорю, а ты представь, мы 2 тонны готового корма, и то на тут, а то есть 3 тонны. Это получается 60 бетонных мешалок. Мне надо было подробить на маленькой. Это все поперемаслать. Это все в мешалку позасипать по 50 кг. А за один день 2 тонны не сделаешь? Да, нет. Я за день 2 тонны никак не сделаю. Даже с этой. Ну, просто. Ось мы после обеда вошли. И занялись именно. Кажу, давай, бо что-то непонятное со светом. Давай сделаем, чтобы было готово. И мы, этот, что у нас был заряженный тонна, пересыпали в мешки. Сейчас этот помешается. Ну, там хоть и полчаса какая разница. И я тоже в районе полтонны, может, больше в мешки поставлю. Хай будет. И все. И у меня получается все готово. А если воду набрать, генератор на мази. Генератор у меня, как сказка. Ось у нас ветки обрезали пару дней назад. Я генератор запустил. Ну, это сказка. Все работа. Все насосы работают. Все хорошо. Холодильники. То есть, вот так. Вот я и готовил, получается. Непонятно, что будет из электроэнергии. И готовил, чтобы все было. У меня готового три тонны. И просто надробленного, не знаю, еще, наверное. Да, много. Тонны четыре просто надробленного. Чтобы риколотил бетонную мешалку. А бетонная мешалка работает от генератора. Ну, если вдруг на крайняк чешу. Вот так. Там, может, тоже проволока. Нет. На капот. 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 Да, да? Да. Дай, дай. Да, что это? Слышь, пылья! Русик, давай! Тай, табор! Да давай попалку отсюда, мам. Не, оттуда улся, вот там. Пошли назад, дай. А, да, да, расставай. Во, во! Отолкай! Срой, дни. Промашь, и срой. Сейчас тут спеши, спешка. Надо выйти тут. Есть. Есть? Сетка есть. А там есть сетка, да? Зачем получается? Подожди, там, по-моему, раз и болгарка. А здесь у вас? Да, сейчас здесь. Так что, Валера, если ты дивишься, я тебе скажу, это просто красота. И все, мы потом, вот это оно готово, висы включим, и все их включим, только тогда, как уже новую партию будем готовить. Ну, новую тонну, две, півтори. И также, на такие вопросы, Стас, зачем ты это берешь из плова сою, макуху? Потому что у меня тут еще ничего нет. Я не поставил, где оно должно стоять. А так оно будет стоять, где ему надо. Все разложим, все закрепляем. Потом у меня будут определенные такие ящики, где будет соевая макуха в одном ящике півтони, черная макуха в півтони. И мне, что надо, я взял и все на одном месте. Ничего я не буду высыпать на голову и все брать, у меня соя там, где там. А так все будет тут. Я Твікі говорю, что, вот, смотри, мы набираем мешки тонну, есть вот этот ангар, вот, куда поставить эти мешки, есть место, где все высыпано, пидешок взял в кучу элементарно. Ну, то есть, очень-очень удобно именно ангар. Удобна эта линия, удобно, конечно, нужно, как, поддать 380, чтобы было. Понятно, оно все до этого долго. Ну, пришлось и, видите, вот. Ну да, верхнее окно пусте, да? Что-то, что-то. А, пусте оно, да? А, оно вообще пусте. Да. Ось эти. Раз, два, три, четыре, пять полных. А верхнее окно пусте. Да, там еще, наверное, и пів тонны влезет. А, оно по краям было насыпано, посыпало, вот эта плена. И вот видно, как оно идет, все смешивается. Покажи мне. Ось оно опускается и все перемешивается. И вот мне написали, один написал, а зачем там тоді веса, если воно не отключает крупорушку, коли набере, допустим, определенное количество кг. Ну, а как мне сейчас узнать, что там две тонны? Как мне узнать, сколько я кинул макух, сколько ячменя, сколько пшеницы? Как это все узнать? А так я ж лежусь на весах, допустим, пшеницы, гептону, гептону, потом ячменя, там пів тонны, того-того, макух разных. И все, и корм готовый. У меня все воно покидают, верхнее окно полностью пустое. И также смотрите, сколько у меня муки. Вот это же мука. Я Вике говорю, может, будем хлеб пекти? Она говорит, что мука... Ого! Тут вообще надо убирать. Ого! Тут килограмм семь-восемь муки. А Вика говорит, что она будет темная. Ну так тогда черный клейп саутовский будем пекти в духовке. Ого! Понабирало, да? Нет, не долго. Давай. Ого! Так и в 15 уже муки. Давай попробуем. Пустим, да? Пустим, да? Стукатурка, да? Стукатурка, да? А тут, а что за стукатурка мешает? Пробовка, да? Да, будет. Тянь. Чатурка. Анжи. Продолжение следует... 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 вот сейчас у меня скики на миша на самом деле лось но давай сонарах и полный раз ику вот так виток ащи туда и пик тонн и ближе ну все так мне то не надо пик тонн и но вообще я хочу 2 200 2 500 я бачу можно смело робить чем хорошо двухтонный смешивать вы можете и 300 килограмм робить и 500 и тонну и пивторы и 2 и я думаю даже две с половиной вот что таке двухтонник двухтонник то вещь дуже хорош а что и а а а а а а а ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА